Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А как быть, если ты не можешь слышать? Как научиться понимать и воспринимать богослужения? В храме преображения Господня города Ставрополя уже шесть лет существует община глухих и слабослышащих людей. Я сам по образованию лингвист и считаю моё твёрдое убеждение, что каждый человек имеет право слушать Евангелие, слушать голос Бога, голос церкви на том языке, который он понимает, который он любит. И поэтому в наш храм начали приходить глухие люди, и мы решили перевести им богослужение на язык жестов. Но Христос имеет на это право, потому что он Бог в диалогах, он спрашивает, а что люди думают обо мне? Спрашивают, что Бога. Это вот самое главное, отечество, святое, оттого и управляет. В жесть лучше все держать страдания и спасение нас. Через страдания внушла наша спасательница. Поначалу было непросто. На тот момент Владимир не знал языка жестов, и возникли сложности с общением. Но постепенно стена непонимания разрушалась. Улыбка и добрый взгляд понятен всем. Так и начали совместную работу. Самое сложное было перевести богослужение. Каждое слово – это была трудность на самом деле, потому что не существует жестового церковнославянского языка. Есть русский жестовый язык. И здесь любое слово. Мы начинаем службу благословенно, царство. Что такое благословенно? Какой это жест? Ни в одном словаре мы такого не прочтем. Мы начинаем разбирать, совместно думать со священником, с какими-то другими благословами, что это значит, каким жестом это слово можно передать. Так, слово за слово. Где-то в течение года мы переводили службу. Наконец-таки мы перевели. У нас два переводчика в храме, сурдопереводчика перевели. Основные богослужебные книги и продолжаем их переводить. Мы перевели чинопоследование литургии, прежде всего, священных даров тоже. Чинопоследование крещения, таинства крещения, таинства венчания у нас тоже бывают, таинства. Также еще переводим Евангелие, переводим апостол со временем. Уже почти готово Евангелие от Матфея полностью. Перевели, а кто их? Ну, воскресные какие-то основные песнопения, вот как тропари, кандаки. Переводим по чуть-чуть, немного уже. Пока, ну, что-то в электронном виде, что-то уже напечатано на бумаге. Храм преображения Господня города Ставрополя уникален. Их смело можно назвать первопроходцами в этой работе. Сегодня в число общинных глухих и слабослышащих людей входит до 20 человек. Но, как говорит Владимир, никто не гонится за количеством. Когда на службу приходит один-два человека, им всегда с радостью помогают. Каждое воскресенье после литургии община собирается вместе в одном из классов регенской школы. Чтобы спокойно пообщаться, иногда попить чаю, обсудить какие-то жесты богослужебные, какие-то мысли о Боге, поговорить, пообсуждать какие-то темы. Это всем нравится глухим. Сегодня мы обсуждали молитву «Символ веры». Очень спорили, что это значит, что единосущный такой, как его, каким жестом лучше передать. Мне говорили, что неправильно я показываю. Тогда сами жесты мы придумываем. Вот, например, благодать. В каждом городе я видел разные жесты для слова «благодать». Мы же показываем этот жест «благодать». То есть такое благо и что-то, что сходит сверху, такой образный жест. Ну и, конечно, как в храме без благословения и поддержки настоятеля. Когда шесть лет назад к братаре Владимиру Сафонову обратились с просьбой окормлять общину глухих и слабослышащих людей, батюшка не отвернулся. Он понимал, что это непросто и надо будет проделать колоссальную работу. Но в храме приняли это как дар от Бога. Люди пришли за помощью именно сюда. И отказать им невозможно. Господь разрешил эту проблему, потому что тотчас же, буквально очень скоро, послал человека, Ирину, рабу Божию, которая долгие годы занимается сурдопереводом. Правда, к богословию и к богословскому языку сурдоперевода она не была приобщена никогда, но у нее желание, она православная христианка, у нее было желание такой силы и такой вот мощи, что, конечно, и видя ее желание, я сказал, Ирину, давайте попробуем, давайте попробуем что-нибудь сделать, давайте попробуем вместе разрешить эту трудность вот этого жестового языка и перевода на жестовый язык боговдохновенных текстов православной литургии. И мы начали работу, конечно, это была настоящая работа, мы начали предварительно с ней изучать богослужения. Как только пошла вот в этом направлении работа, к нам присоединился еще один раб Божий, такой Володя Македонский, который и даже к жестовому языку никакого отношения не имел. Если Ира переводила, она знала там какие-то основы, но, в общем-то, профессиональный переводчик жестового языка, да. А Володя, вот мирнин, прихожанин, но у которого сердце большое, и у которого сердце тоже такое пламенеющее, который не мог смотреть вот на эту женщину, да, которая вот прилагала силы, ему хотелось ей помочь как-то включиться в этот процесс. То есть, в общем-то, вот наша работа, она объединила, привлекла людей. Все мы разные, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Главное – чистота и искренность души. И совсем не важно, как она выражается – в словах или жестах. Надо стараться помогать людям и не бояться. Приход Преображенского храма не побоялся трудностей и взял под крыло общину глухих и слабослышащих. Теперь они полноценные прихожане этого храма. А в церкви, как сказал нам Господь, не бывает лишним или случайным даже один человек. Добро делает нас сильнее. Ведь, умея отдавать свое тепло, мы получаем в разы больше. Об этой обратной связи добрых дел каждый участник проекта «Дети в больнице» знает не понаслышке. Проект нацелен на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Его создатель и координатор Елена Коробченко объединяет людей, которые отдают свое тепло и участие в обмен на детские улыбки. У проекта была своя предыстория. Несколько лет назад, зная отзывчивость Елены, к ней обратились за помощью для девочки, которая проходила лечение в онкологическом отделении детской краевой больницы. Елена помогла, но спасти ребенка тогда не удалось. Боль от потери вызвала отчаяние, но она не отступила. Путей было не сильно много, всего лишь два. Совсем уйти, больше не приходить в отделение, потому что было очень сложно. Но я, честно скажу, сначала именно так и сделала. Решила больше вообще не приходить в это отделение, потому что такие потери очень болезненные. Но через какое-то время поняла, что получается так, что я себя пожалела, да, а не детей, которые там остались, которые будут дальше проходить лечение. И так родился проект «Дети в больнице». Скоро мы уже будем пять лет отмечать. Самое-самое главное, что мне хотелось, чтобы дети, даже проходя лечение в отделении, не теряли вот само свое ощущение детства. Постепенно проект притворялся в жизни. Каждую среду в отделение онкологии стали приходить особенные гости, желающие поддержать малышей, почитать им книги, научить рисовать сказочных героев или вручить им свои подарки. Кто-то вносил свою лепту финансово, каждый нашел свой способ поучаствовать в общем деле. Очень много людей откликается, ну и помощь оказывают разные возможности. Кто-то помогает в самом отделении, кто-то проводит занятия. Кто-то помогает с приобретением средств гигиены. Это памперсы, пеленки, то, что нам постоянно нужно. Кто-то организовывает встречи, какие-то мероприятия праздничные. То есть нас очень много на самом деле. Это очень здорово. Со временем важность проекта признали и на городском уровне. В 2016 году он получил грантовую поддержку администрации города Ставрополя. Внушительная сумма финансовых средств пошла на приобретение нового оборудования. Ведь медицинское лечение стоит на первом месте. А преодолеть все препятствия, найти ресурсы для выздоровления помогает вера. Я думаю, что это именно то, что и помогает держаться на земле. Потому что если нет веры, а что тогда делать, если ты ни во что не веришь, в кого не веришь, как жить тогда. Конечно, помогает. Но они, знаете, наши дети, они вообще такие маленькие мудрецы. Я иногда смотрю на них и удивляюсь, сколько в них мудрости, сколько в них силы, сколько в них воли к жизни. Сама Елена Коробченко подпитывает душевные силы, приходя в храм. Случается это часто, ведь, несмотря на ее открытую улыбку, в сердце остается большая забота и одна молитва за всех – о выздоровлении. С ней она обращается к иконе Николая Чудотворца. Для меня счастье – знать, что я не просто так прожила эту жизнь, что я кому-то была нужна, кто-то меня ждал и ждет. Конечно же, ждет. И ждет со своими подарками. Поэтому в сумочке у Елены Коробченко всегда лежит очередная подделка или рисунок от маленьких пациентов. Она показывает их с трепетом и особой гордостью. Ведь такое внимание со стороны малышей бесценно. Иисус Христос пришел на землю, чтобы каждый из нас мог иметь вечную жизнь с Богом. На земле у Него были ученики, апостолы, которые после распятия Своего Учителя отнесли Слово Христово в мир. Господь выбрал в Себе в ученики обычных людей. Они были бедны и имели самые обыкновенные человеческие слабости. 12 июля мы чтим память апостолов Петра и Павла. Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла известен в церковном календаре с достаточно давних времен. И в византийских календарях мы находим о нем упоминания уже с третьего века. И празднование в честь святых апостолов, согласно византийским календарям, было установлено в память об их мученической кончине, которая и состоялась 29 июня по юлианскому календарю. По одним данным, первоверховные апостолы Петр и Павел пострадали в один день. Но, согласно, например, известным житиям святителя Дмитрия Ростовского, их мученическая кончина произошла с разницей один год. Апостолы Петр и Павел были совершенно разными. Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был необразованным бедным рыбаком. Павел – сын богатых и знатных родителей, римских гражданин. Петр – с самого начала верный ученик Христа. Павел – злейший враг Христов, выпросивший у Синедриона разрешение повсюду преследовать христиан. Впоследствии он также яростно стал защищать и проповедовать Слово Христово. Именно это и объединило их. Оба они приняли мученическую кончину. Святой апостол Петр был распят вниз головой, а апостол Павел, который был римским гражданином, он не подлежал казни через распятие, и поэтому ему отрубили голову. Совершая празднование святым апостолом Петру и Павлу, церковь прославляет твердость веры апостола Петра и мудрость апостола Павла. И в то же время церковь напоминает нам через прославление апостола Петра, что нет такого грешника, который даже согрешая, отпадая от Христа, он всегда имеет возможность покаяться подобно святому апостолу Петру и спросить у Бога прощения. А в образе апостола Павла мы видим человека, который большую часть своей жизни, можно сказать, уклоняется от веры Христовой. Апостол Павел, мы знаем, был долгое время язычником, но затем, наконец, он уверует. Дню памяти первоверховных апостолов предшествует апостольский пост, или, как его чаще называют, Петров пост. Он установлен церковью в подражании подвигу святых апостолов. Перед тем, как выйти на проповедь, апостолы тоже постились, пребывали в молитве и только затем отправлялись на проповедь Святого Евангелия. Ежегодно в День памяти святых апостолов во всех храмах Русской Православной Церкви совершаются праздничные торжественные богослужения. Субтитры создавал DimaTorzok